Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы обратимся сейчас к 48-й главе книги «Бытие». В 48-й главе рассказывается, собственно, о смерти, о последних днях Иакова и значительную часть занимает история о том, как Иосиф приводит к своему отцу Иакову своих сыновей, родившихся в Египте, Ефрема и Моносия. Вот когда приходит Иосиф к Иакову, он собирает силы садиться на постели, стал быть, он уже почти не мог на постели сидеть, и благословляет Бога за то, что Бог обещал расплодить Иакова, и действительно это сделал. И вот он говорит о том, что он усыновляет детей сыновей Иосифа, Ефрема и Моносию, усыновляет. Таким образом они будут занимать положение такое же, как братья Иосифа. Вот в отношении наследования, в отношении структуры кланов, потомков Израиля, это достаточно важная вещь, они становятся наследниками Иакова и наследуют таким образом землю в земле обетованной. И Иосиф приводит детей. Автор рассказывает здесь, что глаза Иакова притупились, он уже плохо видел. И мы, конечно же, вспоминаем, что уже была в книге «Бытие» история с плохо видящим стариком, который благословляет не того, кого собирался вроде бы благословлять. Ну и вся вот эта вот коллизия с первородством, конечно же, приходит здесь нам на ум. И вот Израиль возлагает руки на сыновей Иосифа, на Моносию и Ефрема и благословляет их и говорит «Бог, перед которым ходили отцы мои, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня». Вот да благословит отроков всех. Посмотрите, «Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня» – это очень важные слова для всей вот этой части книги «Бытие». Бог – это тот, кто как пастух выпасает, ведет, защищает, оберегает, направляет Израиля и его потомков. Вот для них Бог – это тот, кто пасет их. Собственно говоря, с этим надо сопоставить, или, может быть, лучше сказать, противопоставить этому. Во-первых, представление о богах, как о каких-нибудь там стихиях, ветрах, водах, там, этих небесных телах, или природных явлениях, каких-нибудь там громовержцев, молнии, кидателей, вот это вот все. В то время, по большому счету, абстрактных представлений о божественном, в общем, нет ни у кого. Как-то там они богов представляют себе скорее визуально и не так, чтобы очень возвышенно. Тем не менее, для Израиля и его клана, и всех его потомков, к которым и авторы, и составители книги Бези относятся, Бог, в первую очередь, это тот, кто пасет Израиля. Тот, кто пасет Израиля. Это не тот, о ком рассказывают, а тот, с кем взаимодействуют. Тот, кто является участником судьбы и биографии этого народа. И это на самом деле очень-очень важно. И они познают Бога по тому, что Бог делает в их судьбе. Итак, вот, Бог пасущий меня с тех пор, как я существую, да благословит отроков. Ну, Иосиф, видя, что он перепутал правую руку, положил на голову Ефрема, а Ефрем младший, вот он пытается исправить это дело и как-то там перекладывать руки Израиля. Отец не согласился, когда ему, значит, сын подсказывает Иосиф, что вот там этот старший, этот младший, надо вот так правую руку этого. А он говорит, нет, я все это знаю, но от него произойдет народ, и он будет велик. Но меньше его, брат, будет больше его. Ну и, в общем, да, в конечном итоге дойдет до того, что название Ефрем будет расширяться до всех, до десяти колен, живших в северной части земли обетованной. И северное царство будет нередко называться Ефремом, хотя там и остальные колена тоже будут присутствовать. Потому что вот так вышло, так пошла история. Действительно, это оказалось сильное, многочисленное колено. И автор, и составитель здесь вот акцентирует внимание на том, что так было задумано с самого начала Богом. Да, что вот Бог в пасущей Израиле, с тех пор, как он существует, вот он и благословение свое передает через патриархов некоторым образом, который не укладывается в прямую человеческую логику, действует по-своему. Это, в общем, довольно важная вещь. И вот еще тоже обратите внимание, здесь говорит автор о том, что благословил Израиль сыновей Иосифа, говоря так, «Тобою будут благословлять Израиль», говоря, «Бог да сотворит тебя, как Ефрем и Моносий». И, соответственно, дальше, умирая, Израиль просит своего сына Иосифа не оставлять его останков в Египте, а вернуться и похоронить его в земле обетованной. Иосифа, Корректор А.Кулакова Продолжение следует...